Законодатели продолжают борьбу с курением. В минувшую пятницу во втором чтении Госдумы принят так называемый антитабачный закон. Закон и проект вводят запрет на курение в общественных местах. С принятием этого закона жизнь курильщиков явно усложнится. Пока этот вопрос повис в воздухе, пагубная привычка бьет курильщиков по карману. Сравнивая цены на сигареты и табачную продукцию в специализированных киосках, можно заметить, что после Нового года цифры на ценниках изменились. Специалисты компаний, которые занимаются оптовыми закупками, сообщают, связано это напрямую с увеличением цены на акцизы. По новой цене уже пришли сигареты дорогого сегмента. На них розничная цена выросла на 6-7 рублей. Сигары и сигариллы прибавили в цене порядка 5 рублей. А вот сигареты средней категории пока еще не подорожали. И будут продаваться по старой цене до тех пор, пока фабричные запасы не будут полностью распроданы. Судьба антитабачного закона окончательно решится в третьем чтении. Как известно, это скорее формальность. Согласно законопроекту, курение в общественных местах будет запрещено. Будь то кафе, университет, больница, поезд, рынок или лифт, а то и площадка жилого дома. Однако в проекте закона также прописаны исключения. Подымить можно будет в специально оборудованных курилках в многоквартирных домах и на частных предприятиях. Все это по решению собственников. Что думают курящие оренбуржцы о законопроекте и готовы ли расстаться с пагубной привычкой? Или проще будет все-таки соблюдать правила? Я, например, как некурящий человек полностью за. Потому что не хотела бы, чтобы возле меня курили, портили мое здоровье, моих детей тоже. Для кого-то это послужит все-таки, мне кажется, каким-нибудь положительным фактором. Может даже кто-то и бросит курить. Так вообще не станет. Я считаю, это вообще не культурно даже. Нет, курить-то будут, конечно. А то, что запрещать в местах, где у них, необходимо запрещать. Ну, вряд ли это остановит кого-то, если они уже привыкли к этому и долго курят. Это новое поколение только может не курить. А старое поколение, такие, как и мой муж, он как курил и будет курить. И в гроб положишь, будет сигарет торчать. Мне неприятно находиться в общественном месте, когда рядом стоят люди и курят. Потому что я не переношу это обычное дело. Мы уже привыкли к этому, да, к сигаретам. И вот так просто это бросить, это невозможно просто-напросто. Поэтому я считаю, нужно с поколений начинать, а не со взрослых людей. Ну и нация должна все-таки как-то быть поздоровее. Спортом должна начать уже заниматься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!